Но они сделали это при помощи DrawRanger. Которая, кстати, отправилась в пах. Да, у них она имеет, не знаю, самый ли высокий винрейт, но очень высокий, во всяком случае, потому что я видел много игр с участием DrawRanger в команде Vichy Gaming, и эти игры, в принципе, они все победили. Но в целом, перед аналитикой, перед эфиром, мы вот с Алексеем, с Баффиком обсуждали и пришли к выводу, что, в принципе, Vichy Gaming и Reborn выглядят немного посильнее, чем Vichy. Между прочим, Reborn тоже играют DrawRanger, это факт. И тоже, между прочим, люди иногда банят этого героя. Это я видел на наших квалификациях, на Star Series. Но мне кажется, все-таки эти две команды плотно общаются друг с другом, все-таки перенимают тоже какие-то стратегии, какой-то опыт. Вот, и да, поэтому не исключено то, что и Vichy Gaming и Reborn у нас любят DrawRanger. Ну, собственно, пройдемся по пикам, да, уже есть у нас и закончилась вторая фаза банов даже. Вот, видимо, Дезераптор, Сларк, Vichy Gaming, Reborn, Тайдхантер, Earth Spirit, Vichy Gaming просто. Ну, пока по первым пикам тяжело что-то однозначно сказать. Собавно, что забанили Vichy Gaming аппараты, видишь, с четвертым баном. Это интересный момент, что бы это значило. Ну, побоялись, наверное, аппарата против Сларка. Все-таки аппарат очень силен против этого героя, не дает ему возможности выйти из браки. Ты намекаешь на алхимика? Да, есть подозрения. Ну, знаешь, сейчас вообще вчера в Китае, да, кстати, особенно в Китае. Так забрали бы тогда его третьим пикаментом. Да, мы видели аппарата вообще как героя просто, который, может, немножко недооценен, который не обязательно берется в контру, например, какому-то алхимику, там, кому-то еще, там, Дазлу или героям с армлетом, я не знаю. Ну, по-разному бывает, но он берется просто потому, что реально неплохой массфайт с ним могут завязать. Да, да, ультимейт действительно очень-очень сильный. Как по мне, аппарата действительно многие команды недооценивают. Да, может быть, он не стоит того, чтобы его пикать в каждой игре, но определенно герой с большим потенциалом. И вот... Да, собственно, мы видим статистику по аппарату. Ну, кстати, нам уже вчера ее показывали. Небольшой, кстати, kill participation небольшой, я тебе скажу. 65% не так уж и много для аппарата, мне кажется... Да, 2 трети. Я видал побольше у многих там кэрри персонажей, которые всегда участвуют очень активно, например. Даже такое бывает. Не знаю. Мне кажется, это не самый высокий kill participation. Ну, нет, конечно, не самый высокий, но определенно это много. 65% это 2 трети всех киллов команды. Это причем средняя статистика. Ну, да. То есть аппарат проявляет тебя очень-очень хорошо. Мы вчера с тобой еще говорили, что вот этот герой, как Элдер Титан, о котором почему-то никто не думал во время там даже... Манила Мажора начал впервые появляться, там УДЖИ его очень плотно использовали, Нави потом стали его использовать. И вот все больше и больше он появляется, там чуть не первыми пиками сейчас там заходит, в бану уже попадать начал потихоньку. Герой тоже очень-очень сильный. Да, спору нет. И Вич и Гейминг Геор не стесняются, берут его. Мы вчера обсуждали буквально этого героя, и он по КД сейчас появляется. Ну, да, да. Ну, такой персонаж, который убирает все резисты, он уникален. То есть нет такого другого героя в доте. Ну, видим, достаточно часто он уже появлялся у нас на этих квалификациях. Винрейт он имеет 50%. Ну, что... Как прокомментировать этот момент? Все-таки от Элор Тайтона зависит не так много. То есть он, да, дает свои Астрал Спирит из станы и ультимейты, но в остальном, конечно, он уже юзист. То есть после того, как он дает свой прокаст, он особо много не делает. Максимум, что он может, просто Астрал Спиритом снимать броню. Но, тем не менее, он при правильном применении наносит огромный урон и также разгоняет урон своей команды. Ну, и зависит от Дизейбла во многом, наверное, тоже. Если сам с Томпом не всегда может поймать, то не мешало бы иметь еще какие-то контроли. Да, дополнительные контроли. Ну, вот, собственно, появляется у нас Энигма у Вичи Гейминг Реборн, которая также была апнута у нас недавно. Блэк Холл получил чистый урон, да. И, в принципе, если хорошо получится у Вичи Гейминг Реборн исполнить комбинацию Энигмы и Элдер Тайтона, они могут, мне кажется, вообще вдвоем всю команду убить. Поле, Блэк Холл, Астрал Спирит и Туда Разлом. Один парень в этой ситуации хорош Тайтхантер, но Дисраптор неплохо с ним справляется, я слыхал. Поэтому тут ты правильно говоришь. Что скажете насчет дэмэджа у Вичи Гейминг Реборн? По мне, так, Сларк, конечно, неплохой кор-герой, индивидуально, если смотреть. Но есть Энигма Элдер Титан, которая все-таки поставляет большую... Ну, и дэмэдж, конечно, есть определенно. Есть Миднайт Пульс, есть, если уж с Агонимом, что редко бывает, но случается, Энигма очень много дэмэджа дает. Но что в это все вбрасывать? Как по-вашему? Все-таки герои на центральную линию все еще отсутствует в Вичи Гейминг Реборна. Ну, и, собственно, да, они могут добрать хорошего... еще одного хорошего дэмэдж-дилера и тем самым сбалансируют свой пик. Какой-то пак неплохо смотрится здесь? Нет, нет, нет. Им нужен какой-то определенный еще один семи-керри. Все-таки у них уже достаточно... У них хороший задел уже на тимфайт. И мы видим, что у Вичи Гейминг появляется второй керри. Что, опять же, подтверждает мои слова. Вичи Гейминг Реборн нужен еще один герой на лейт. Ребят, ну вот Джиггернаут и Свен. Два милишника, знаешь, когда имеется два милишника при томожной команды, у тебя есть одно средство против одного, оно и против второго будет работать. Это значит, какие-либо дизейблы и все остальное до появления БКБ эти два героя будут весьма уязвимы. И напасть, возможно, на Вичи Гейминг не всегда им удастся. В чем сейчас важный момент, то, что Энигму тоже, если она покупает БКБ, контрить по факту нечем. Да, пока нечем, но, честно говоря... А, вот Вингу как раз забанили. У них четыре милишника. У них четыре милишника. Если Энигма здесь берет БКБ и сейчас не допикает Вичи Гейминг себе героя, который сможет как-то контрить Энигму в БКБ каким-то образом определенным... Да, могут возникнуть огромные проблемы. Здесь могут быть огромные проблемы. Четыре милишника, которые будут на тебя атаковать. Хотя, скорее всего, эти ребята хотят, чтобы они их атаковали, учитывая наличие там Тайгхантера, Свена, Джиггернаута. С другой стороны, ну, пока, честно говоря, пик Вичи Гейминг немножечко странный. Банят Тинкера. Банят Тинкера. Ну да, какой-то, действительно, излишек мили героев. И, кстати, против Энигмы это действительно очень и очень плохо. Даже не столь из-за Блэк Холла, сколько из-за Миднайт Пульса, который, да, просто нереальный дэмэдж может наносить. Да тот же Дистрафтер, он тоже очень хороший против всех. Вот, Вич, вот, вот, вот этот парень. Это, кстати, вариант, как раз-таки о чем ты и говорил. И Блэк Холл сбивать, и сейчас он на линии очень здорово поможет тоже, этот парнишка. Да, действительно, Вичи Гейминг отличного героя у нас выбрали на ласт пик. Как вы сказали, избить Блэк Холл и хороший рейдж саппорт, который сейчас будет, скорее всего, помогать на мидле. Будет поддавливать жестко мид линию. Вот. Ну, и Фрост Армор, в принципе, который также помогает против Элдер Тайт, но он дает добавочный армор. Слушай, вы спросили Вичи Гейминг любом, как ты думаешь? М? У Химика возьмут Вичи Гейминг любом? Да, мне кажется, что могут, но я бы не стал. Потому что Лич плюс какой-нибудь Джиггернаут, мне кажется, вообще уберут его. Другой вопрос. Как они будут со сложной линией расправляться? Они игнорируют полностью? Берут Пака все-таки, о котором я говорил. Да, берут Пака, но я, честно говоря, не согласен с тем пиком, потому что тяжело придется Энду в этой игре, если не пойдет в начале. Мне нравится этот пик тем, что есть вот этот локдаун хороший, в виде ультимейта под разлом, как раз-таки под Респлиттер. Есть возможность купить Вейл, который тоже поднимет магический урон, который будет входить под Титаном. Замечательная штука. И есть возможность разогнаться очень быстро в мидгейме, выстрелить настолько жестко, что просто не будет возможности камбэкнуть, перегнать своего оппонента очень быстро. Ну, я понял, о чем ты, да. То есть тут Вичи Гейминг Реборд нужно делать все максимально быстро. Ну, как, не максимально быстро, но стараться поддавливать в начале игры, не дать Свену купить быстро БКБ. То есть нужно как-то поджимать, потому что если дадут фрифармить Свену и фрифармить Джиггернауту, все может плохо обернуться для Вичи Гейминг Реборд. А мне вот интересно, как Микаса на этом паке сыграет. И спасибо вам, ребят, за аналитику. Ну, а теперь настало время наших коллег-комментаторов Каспера и Форса. Каспер, улыбнись, я озарею ты улыбкой. Это замечательное утро. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами действительно Форс и Каспер. Я действительно улыбаюсь. В плане озарения пока еще не знаю. Но и начинается у нас вторая карта Реборн против Нереборн. Ну, в общем-то, наши аналитики много чего хорошего рассказали. Мне очень понравился пик Вичи Гейминг. Я тут мимо проходил, пока готовился драфту обеих команд. И так мимолетом взглянул то, что набрали ВГРы. И понял, что у них пик очень хороший. Забрали Вичи Гейминг Лича для того, чтобы как-то сбивать Блэкхоллы и Энигмы. Но, не знаю, мне все равно очень нравится то, что есть в ВГР. Я, в принципе, не люблю такого персонажа, как Ич. Мне не очень нравится просто потому, что он... Во-первых, он прикован к линии. Сейчас такие саппорты, которые прикованы к линии, они... Они очень ущербно на команде сказываются в итоге. Ну да, да. То есть вот есть, например, такой герой, как Дазл, который тоже, казалось бы, к линии прикован. Но он может сделать сейв ТП, дать там Грейв, Шадоу Вейв, подхилить. У него урон большой, армор он повышает. И вот в европейском дивизионе Дазл это чуть ли не ферст пик. Вот вообще за вчерашний вечер его... Не знаю, сколько у нас было. Четыре карты финала и три карты финала лозеров. Да, если я не ошибаюсь. То есть там, ну сколько? Ну, раз пять точно Дазл был пикнут. Ну, давай, смотри, представим немножечко коллективы, прежде чем перейдем к комментированию непосредственно самого матча. Ну и, пожалуй, начну, наверное, я и начну с команды Вич Гейминг Реборн, где будет F.I. играть у нас на Энигмочке, где на паке у нас будет исполнять Микаса, естественно, DDC Дезраптор, Янг Элдер Титан, ну и Энд Сларк. У команды Вич Гейминг РОТК на Тайтхантере, Хум на Эрспирити, Сити Вай на Джаггернауте, Сайлор на Свеним и Бёрнинг на Личье. Да, Бёрнинг на Личье, это, конечно, очень любопытно. Там опять у нас агрессию проявляют в отношении Янга, он клэпает и вроде бы уходит, да, уходит. Да, ну я вот смотрю, что у нас жуткие-жуткие спайки сейчас на компе, которые обсервиски, кстати, у меня все более-менее хорошо. Да, у меня тоже все отлично, это очень обидно. Лучше бы у нас были бы спайки, мы бы могли смотреть сюда и комментировать, а так вам, друзья, неудобно будет смотреть эту игру. Не знаю, если можно на кого-то из нас переключиться, то было бы замечательно. Да, лучше на Романа переключиться, у него там настроен хад великолепно, у него там все плавненько, а у меня... У людей, которые страдают эпилепсией, может начаться приступ, я скорость камеры не снижал, поэтому за мной не очень удобно. Ты на своей стандартной задротской камере смотришь игру, да? Ну да, такая вот чёрт. Мне просто постоянно приходится менять, то есть между стримами и между играми. Ну там два разных конфига, у меня такая же история, причём чем больше я играю, тем больше они, собственно, отличаются друг от друга. Ну, в общем-то, пока всё достаточно ровненько. Пак, например, в центре 5-2, Джигернаут 6-1 на лёгкой на своей линии, Свен достаточно легко, крипов также добивает. Элдор Титаному помешать не может, при этом Титана едва-едва не убили там разочек, буквально там полминутки назад. Единственное, что у реборнов Сларк остаётся в гордом одиночестве. Не совсем надолго, да, тут Родк немножко ему, конечно, мешает, но со временем, когда Сларк станет там уровня 3-го, 4-го, когда Дизраптор станет там 2-го, 3-го уровня, у Тайтхантера появятся серьёзные проблемы, потому что Сларк как раз один из немногих героев, милишных, который может убивать Тайтхантера. Да, ну, в принципе, грамотный Тайтхантер, если он, ну, то есть он может сбайтить Даркфак, так размахнуться, заставить Сларка Даркфак поражать и энчер смеш отменить, а потом ему как бы дать этим энчер смешам и в итоге стоять в пачке крипов и добивать. Там даже не сколько Таркфак, там вот сколько Эссенс Шифт мешает, тут Айдухо очень не любит терять те самые статы, и да, и у нас, мы видим, внизу нападают на Элдор Китана, это Ферст Блат. Молодцы, молодцы, Вич Гейминг, они, кстати, правильно сделали, что отправили Лича на топ, там противостояние сейчас Ротикея и Энда, Ротикея умирает. Вот мне нравится, как играет Ротикея, вот он видит то, что у него линия Сларк и Дизраптор, я уверен, что 99% хардлейнеров просто взяло бы Айрон Талон и пошли бы в лес, просто пошли бы в лес. Но в итоге мы видим то, что у Свена сейчас 13 крипов и Ферст Блат, а у Сларка 10, и это только третья минута. К тому же сюда приходит Лич, и в итоге контестить фарм у Сларка можно очень просто. Вот ты берешь просто хорошего хардлейнера, берешь саппорта, который может тебе очень сильно помочь. То есть это, ну, в данном случае это Лич, который, ну, так, удачно заехал, да? Но даже если это был бы какой-нибудь БХ, Рики, там, Мерспирь, да вообще любой герой, который может перемещаться по карте, вот он просто приходит к своему хардлейнеру и заставляет керри вот так вот терпеть постоянно. Это очень сильно решает. Когда твой керри на фрифарме, а вражеский керри стоит и там половину крипов просто пропускает. Да, он вынужден изворачиваться как-то, и из-за этого действительно страдает крипстат. То есть даже в процентном соотношении со времени можно выяснить, что там на 10-15% этот герри вынес меньше. У нас, кстати, Эрспирит забирает пака при попытке, я понимаю, забора верхней руны. Да, так и получилось, и верхняя руна достается вновь же Эрспириту, DDC, остается без добычи. F.Y. в это время спокойненько фармит свой лес. Ну вот, Энигму пока что, мы видим, не наказывают, да и наказывать на самом деле особо нечем. Да, F.Y. такой лесник старой школы, Энигмы без Айрон Талона. Вчера мы видели, как кто-то из европейских игроков использовал. Это Gigi был. Это Sea Region. Да, это был Sea Region, это был Gigi на Энигме, который играл через Айрон Талона и пару кларики. Ну вот здесь у нас F.Y. через Soul Ring играет и, в общем-то, не меньших результатов добивается. У него сейчас очень хороший Нетворс, много крипов добито. Есть уже Тапок и пятый левел. То есть на четвертой, почти на пятой минуте у него уже Блэк Холл есть. И с этим Блэк Холлом можно куда-нибудь выйти и кого-нибудь убить. Например, того же самого Джиггернаута. Очень странный, кстати говоря, был выбор пака. Наши аналитики отметили то, что забрали Вич Гейминг и реборан этого героя. Но на самом-то деле пак Джиггернаута проигрывает линию. Это мы видим как бы невооруженным взглядом. Вот на протяжении пяти минут мы с тобой ничего не говорили. Там убили Тайт Хантера в очередной раз. Да, и внизу убивают в это время еще и Янга. Но он прям совсем далеко залез. То есть дело даже не в том, что использовали там Смоук, Вич Гейминг или еще что-то в этом духе. Хотя Смоук им безусловно помог. Ибо он бы их просто заметил, там Вард стоит. Но все же, он просто уже стоял в наглую под тир-1 вышкой. Извините меня. Ну знаешь, я вижу то, что Свен достался-то без регена. У него тысяча золота. Он может купить себе какую-нибудь маску на Джор или Шлема Байронда. Ну или Шлем, да, для того, чтобы броню ей. Тут наверху опять убивают Тайт Хантера. И через Блэк Холл в этот раз с ним решили справиться. Нападение, правда, пока у нас миди на паках. Но вот Тайдуху здесь без проблем забрали, потратив ультимативную способность Энигмы. Но это вполне оправданно. На таком раннем этапе игры Блэк Холл обычно не нужен так часто, как хотелось бы. И он не так сильно важен. Если что, вы можете просто избежать столкновения и разбежаться по карте и начинать фармить, если у вас отсутствует тот самый Блэк Холл. База у вас от этого не сгорит. Да, на шестой минуте как раз вообще никто никуда. Да, ну то есть в пятером по миду никто не идет. Поэтому это как раз-таки задача Энигмы при получении Блэк Холла. Ну обычно берут Смоук, прожимают куда-то, выходят. А тут сам Тайт пришел. Ну да, тут FY просто перемещался. То есть он так, не отвлекаясь от приятного фарма, просто подошел. О, Тайт Хантер здорово. Блэк Холл ему схастил и убил. Так, так и получилось. Лич в это время ушел с верхней линии, перетягивается сейчас на нижнюю. Здесь попытка была от Лича крипчиков перевести, но ты посмотри, что делает Титан. Видел, как он вообще организовал все? Он использовал стом для того, чтобы крипы уснули, и тогда нейтралы не агрят их, и таким образом линия сейчас будет сильно пушиться. Хотя Свен и Лич здесь немножко крипов все же подобивали. Ну все-таки Тайт Хантер купил Айрон Талон, тяжеловато ему тут стало стоять. Он трижды уже погиб. Лич от него убежал. Энд уже приобрел левел 6, поэтому его нахарасить не получит. У него даже левел 7, он Медас собирается покупать. Так вот, по поводу пака и Джаггернаута. Джаггернаут заведомо сильнее пака на линии, учитывая то, что пак был ласт пиком в данной игре, не совсем понятно. Ну, то есть, для чего он был нужен? Вот, кстати говоря, получается сейчас Сайрон Смикаса, Стан, и уйдет, наверное, на арбузский. Да, тяжело пак так убивать. Там Росперид, если бы изначально, наверное, вкатился правильно, то, может быть, и забрали. Ну, пак для чего? Давай тогда прикинем, возможно, по какой причине был взят этот герой. Возможно, потому что было банально не с чего, наверное, начинать драку. То есть, из мидеров, если посмотреть, инициаторов, наверное, не так-то и много качественных. Тем более, которые могут зафиксировать пару персонажей. Пак действительно для этой цели хорошо подходит. То есть, сценарий драки для Витча Гейминг Риборн какой? Пак прыгает, там двух человек, например, там ловит. Чем больше, тем лучше, конечно. У нас пытаются забрать из Тайдхантера, но у него есть рэвич, поэтому на него, конечно, никто лезть не хочет. Так вот, пак цепляет пару человек, а далее уже пошло. Дизраптор, Энигма, Разлом, и Сларк все это добивает. То есть, вот из-за того, что будет огромный хаос, пока тут Элдора пытаются забрать, но он просто убегает пешочком. Так вот, пока будет хаос из этих АОЕ заклинаний, Сларк очень любит вот это месиво. Потому что в таком месиве обычно не до него, куча сайленсов, различных там оглушений по области и прочих-прочих-прочих вещей. И он потихонечку добирает героев. Он себе настакивает много ударов с эсэнс-шифта и в итоге просто убивает там двух-трех персонажей достаточно легко. Ну, в целом, если пак будет иметь хороший фарм, то, наверное, даже... Ну, как бы на лейне он проигрывает 100%, но зато в целом потом в лейт-игре он может при помощи агонимного ультимейта обеспечить хорошее пространство в драке для Энда. Забрали здесь Росспирита. Там, то есть, запер Свена, запер Джиггернаута. Да, они там бегают в этом дрэмку... Опачки, очередной Блэкхолл будет сейчас от ФВА. Две секунды кулдаун Блэкхолл, но, похоже, ротики и так заберут. Да, его просто ковыряют сейчас руками. Очень, конечно, долго его месят, но вот Сларк, как мы видим, опять справляется с поставленной задачей. И Сларк начинает очень некисло разгоняться. Вот ты говорил про Мидас, но он немножко иначе поступил. Хорошо, ПТ купил. Да, ПТ себе купил. То есть, я не знаю, если он сейчас делает еще четыре минуса, может он Мидас себе и купит, но, скорее всего, это будет нечто иное. Ну, смотри, давай подумаем, что здесь было бы круто иметь на Сларке. Шадоу Блэйд? Да, Шадоу Блэйд хорош. Видно, Шадоу Блэйд. Лича убивать постоянно удобно. Ну, просто, когда берут ПТ без Мидаса, то выгодно делать Шадоу Блэйд. Потому что, если ты покупаешь дайгер, у тебя скорости атаки нету, и ты в итоге демеджа меньше имеешь. Когда берут Мидас плюс дайгер, это, в принципе, оправдывается тем, что тебе Мидас еще дает скорость атаки, там, еще ТСН-шифтат и демеджа меньше. Так, так, Микасу забирают. Да, слишком много периодического урона, никуда пак отсюда не денется. Там еще Чернин, когда в ответ решили забрать. Ну, нормально, меняются команды, вышка на топе упала. У F.Y. есть Блэкхолл. Сранно то, что F.Y. приобрел себе ПТ. Начнем с этого. То есть, Энигма с ПТ это что-то такое из патча, там, 681 какой-нибудь. Возможно, 581. Из какого-нибудь далекого, да? Да, да. Сейчас есть просто гривзы на Энигме. И, несмотря на то, что тут нету таких... А, кстати, погоди. Сайленс, да. Что значит нет? Тут есть Уртспирит, у него магнита и сайленс. Сможно гривзами сбрасывать в тебя эти неприятные эффекты контроля и урона. Да, и при этом периодически урон будет еще регенерироваться очень сильно за счет гривзов. То есть... Команду свою спасать. Да, да, да. Странно, странно то, что Энигма все-таки решила не приобретать здесь Гвардиан Гривз, а через ПТ играть. Ну, не знаю. F.Y. вообще игрок очень опытный. Странно, что он так не поступает. Используется смоу команды Вич и Гейминг Реборн. И бегут они в надежде поймать Свена, судя по всему. Свена тут, кстати, неподалеку. Свена они, кстати, выловят. Главное подсветить. Дизраптор здесь есть. И нет, Свена заметить не успели. Видят убегающих крипов. Свена по-прежнему не видно. Но нет, спалили. Цепляют. И пошел сразу же Статик Шторм. Будет там Малифайс. Да, он есть. Еще и Дримкоил факт в итоге потратил. Уворачивается от Сана и убегают. Как он вообще понял, что его идут гангать? Там в Смоке шли, Вич и Гейминг Реборн. Сотрот. Ну да, на самом деле, учитывая то, что никого на карте не видно, можно было догадаться. Но мы знаем то, что китайский регион уже второй год. Или я не знаю, какой год подряд. Но в прошлом году китайские квалификации также на лане игрались. Да? Да. Здесь они тоже на лане играются. Они зачастую любят, вот, китайские организаторы, провести... Ну, события. Ну, то есть, как бы, это, по сути, турнир, который организовывает Valve. На призовой фонд не надо тратиться. Все, что тебе нужно сделать, это организовать сидячие зрительские места, натянуть там какой-нибудь экран, пустить туда картинку и лутать бабосики с желающих посмотреть за дотой на большом экране. Да, кстати, это тоже неплохой вариант. Хороший способ монетизации. Смотри, что происходит. Забирают первую вышечку, вернее, вторую же вышечку для себя, Вичи Гейминг Реборн. Есть выход от Бернинга и Хима в смуке, но и они перебегают на центр. Вообще, пака, гипотетически, могут здесь забрать. Да, нападение на пака, еще и чайником, еще и умнислэшем. А рэвидж где вообще, ребят? Чего вы без него-то пришли? А тут уже Дизраптор подходит, но и Блэк Холл. Замечательно. Я пока что доволен ФАем, потому что я очень редко в последнее время вижу Энигм, которые вот настолько на пофиг эти Блэк Холлы тратят. Но сейчас это не на пофиг, не поймите меня неправильно. То есть это крайне офигенное использование этого заклинания. Там Северн еще по-другому погибнет, делает тэп-аут Сайлар. Хорошо оценил ситуацию, понял, что станов больше нету и просто ушел к телепорту. Молодец. Да, и мы видим, что уже 13 минут прошло. Очень плотненькие становятся персонажи ВГР. Тайтхантер пока что не используется в этой игре. И это как раз немного смущает. Ротка что-то вообще незаметная. Не рэвиджи его, драк уже было неплохое количество. Вышки вот забираются, например, а Тайтхантера нет. В чем ваша проблема, как говорится? Все верно, все верно. Ну, нету Блэк Холла на данный момент у Эфуая. Может быть, попытаются как-то подефить, по крайней мере, Вич Гейминг. Отспамливает Элдор Титан с томпами. 9 левел у него нет ультимейта, кстати говоря. Что довольно-таки странно. Но учитывая то, что есть хорошие фиксаторы, да. В ситуации, если бы его ультимативная была абсолютно произвольная, там, без какой-то посторонней помощи, то, может быть, не стоило бы ее качать. Но сейчас срочно нужен ему еще один уровень, 10-ый, и, соответственно, нужна ультимативная. Ну, то есть на 10-ом, на 11-ом, я думаю, это как вот по схеме того же Дарксира будет развиваться. Да вообще, ульт в 2 мало кто качает. Хотя, погоди-ка, его же там поменяли. Да, он теперь наносит больше урона, он теперь наносит, вернее, там, замедление больше, и все больше. То есть сейчас есть смысл. И длительность замедления также выше. Да, кстати, да. Раньше его не прокачивали, потому что он просто замедление давал. Сейчас? Сейчас он прокачивается и урон дает. Да, наверное, действительно смысл есть его брать на 10-ом, 11-ом левеле. Вот, скорее всего, по такой схеме и будет. И FY. FY внизу, уже с Меккой. Возможно, сейчас FY думает, почему у меня не Аркан Бутс, я бы уже Гвардиан Грифс собирал потихоньку. И подпушивает сейчас Энигма, на Энигму никто не выходит. В принципе, себя очень свободно чувствует Сларк. Меня это очень сильно смущает. У него сейчас первый нетворост, там, 6500, за ним идет Джиггернаут Свен. Но в свете того, что здесь вот эти Блэкхоллы практически не сбиваемые, если Лич вдруг ошибется, или если Пак, например, нападет на Лича, то Блэкхолла остановить будет просто нечем в БКБхе. Все верно. Саблю готовится делать Сларк. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что это Сабля от Блэккинг Бара. Мне кажется, ему сейчас большой необходимости в этом артефакте нету для Энда. А вот Саблика как раз-таки смотрелась очень-нибудь классно. Давят команда Вичи Гейминг на боте. Лич пытается все это дело дефать. Но вот Лич, вот он такой герой, он все время нищий, зараза. Он может выиграть линию, но он все время нищий, как я не посмотрю. Вчера ЕГМ играл тоже на Личе, кажется. Либо ЕГМ, либо Аки, я уже не помню. Он ЕГМ все-таки на Личе играл. И вот он тоже вроде бы линию свою выиграл, а денег у него только вот на Транквилл и Варды. И там даже стиков у него не было там на 10-й минуте, на 10-й и на 15-й минуте. Здесь мы видим аналогичную ситуацию Бернинга. Вроде бы герой действительно сильный. То есть он объедает твоего кэри, экспы много получает. И за счет этого крайне опасным персонажем является. Но вот никогда у него много слабых. Никогда просто нету. Но тут его задача будет несколько в ином. То есть тут у него единственная миссия. Она одна и больше у него, наверное, их не будет. Это давать чайник в Энигму. Все, как только Энигма заходит, начинает вставать Блэкхолл, ты должен дать чайник. Но есть один очень тонкий момент. Потому что если ты будешь бомжом, у которого 800 хитпоинтов, Пак тебя найдет. Он найдет и убьет тебя. Да, и Сларк тебя найдет. Но я говорю про конкретно Драку. То есть в момент инициации замеса Пак будет просто искать именно тебя. И давать в тебя либо Сайленс. Пак еще в такой ситуации может еще и Дагон, например, купить. И Лич вообще не будет всплывать. То есть его в Драке в принципе не будет никогда. И вот это самое опасное. Да, конечно, его спасти. Но это мало чего изменит. То есть опять-таки очень сложно будет сбить Блэкхолл Энигме, если на тебя нападает какой-нибудь Сларк или тот же самый Пак. Поэтому все-таки ты верно говоришь. Вот смотри, сейчас... Желательно слоты иметь. Вот, я просто о том же и говорю. А сейчас Лич немножко бомжует. Конечно, его оставили на нижней линии, чтобы он немного денег заимел. Возможно, именно с этой целью. Ну и на верхней линии также скопление персонажей. Как Вичи Гейминг, так же и Вичи Гейминг Реборн. Тут Тайт Хантер готов, я думаю, врываться. Вот Пака очень сильно... На боте тем временем нападает на Лича. Бернинг там пугает соперника чайником. Да, да. Бернинга там не нужно забрали. Только он пугает, да. Ну, видишь ли, команде Вичи Гейминг Реборн нет смысла перетягиваться на топ. Во-первых, у них тут Пак и Элдер Титан, которые могут просто до потери пульса отпушивать Арбой и Стомпом. Это раз. А во-вторых, если даже в ВГ нападут на вышку и заберут ее, то Вичи Гейминг Реборн получит Т2. Я бы на месте Вичи Гейминг Реборн просто пошел бы дальше. То есть заставил соперника делать телепорты на бот. Инициации никакой у Вичи Гейминг нету. И поэтому ВГРы просто спокойно разойдутся при любых обстоятельствах. Ну, по-моему, они решили все-таки Т2 на битве задавить. БКБ все-таки делает Сларк. Интересный выбор. Блин, китайчики, конечно, забавно играют. Очень отличается их стиль игры от европейской и американской доты. Ну, смотри, в оправдание Сларка, например, могу попытаться обосновать его мотивацию. Почему происходит именно так? Потому что Реборн уже проиграли одну карту. Это Best of 3. Соответственно, если они проигрывают сейчас вторую, они вылетают из этой квалификации. И не едут, естественно, на интернешнл. Поэтому, скорее всего, Сларк и, в принципе, игроки Реборн будут действовать по максимально безопасному сценарию. Ну, в данной ситуации это я бы даже не сказал, что это слишком безопасный сценарий. Это как летом выйти в зимней шапке. Вот. Иногда это выходит боком. Я тоже постоянно на этом акцентирую внимание. Иногда ты действительно чересчур безопасный. Важно же рационально действовать. Конечно, конечно. В этом есть смысл искусства дотера. Но это искусство составления билда. Действовать рационально. Ну, вот на этом тоже в свое время горел один из комментаторов или бывших игроков в тот же Лол. Потому что он говорит, что когда идут официальные матчи, нормальные официальные матчи, то там никто никогда не соберет себе что-то атакующее, если можно собрать что-то защитное. То есть пока у тебя есть слоты, ты будешь собираться в защиту. Для того, чтобы тебя просто не убили. Потому что на тебя потом будут все наезжать, что ты там нафидил где-то условно. Здесь, возможно, тоже присутствует некий вот такой вот фактор, именно психологический. Я слышал, что там даже выговор сделали одному из игроков, который какой-то нестандартный артефакт для героя купил. Мол, он проявляет неспортивное поведение в отношении вражеской команды. Но это, конечно, цирк. Это зашквар лютейший. Если бы у нас еще в доте за такое что-то делали, у нас бы половина команд не играла. Там какой-нибудь Сумаил, Юл бы на СФ как купил. Все, уволен, пошел отсюда. Или какой-нибудь Энви там за 2 скади на Эмбер Спирити. Ну да, это странно очень. Да, согласен. Сларк найдет сейчас себе жертву. Жертву он находит, но это не совсем жертва. Это все-таки Джаггернаут, герой плотный. Есть, конечно, Шадоу Дэнс, Джаггернаут также понимает, что Сларка никак не взять. Ну и вроде как там разбегаются ребята. Ну бы КБш-коин практически сфармил. Надо сказать, что отдать ему должен. Я купил он ее очень быстро. То есть знаешь, одно дело, когда ты с горем пополам там собираешь этот Блэк Кинг Бар, и потом еще и не дерешься 20 минут, а просто фармишь. То есть лучше бы ты купил что-то для того, чтобы ускорить свой фарм. Элементарно. Но Энд очень быстро приобретает свой Блэк Кинг Бар, делает телепорт он на респаунд. Тем временем с Вентом ультует для того, чтобы вышку забрать. Тяжело очень даются вышки команде Вичи Гейминг по той причине, что есть Пак и Элдор Титан. Мы видим то, что стягиваются ВГР ближе к топу, а использовав глиф Вичи Гейминг начинает как-то бояться. Ну очень-очень аккуратно играет команда. Боятся друг друга прям до жути. Да, так все верно. А давай тогда определим, кто при таких сценариях находится в более выгодном положении. То есть Гейминг Харри Борн, конечно же, у них лучший пик. Да, да, да. То есть в интересах сейчас конкретно Радиентов как-то пытаться, я не знаю, при наборе хотя бы базовых артефактов, какой-то стандартной критической массы, уже начинать поджимать. И вот сейчас нападение у нас идет на Гигернауто, он успевает поражать Блэйд Фьюри, его здесь месят, но он сделает ТП-аут. Была бы Сабля, убил бы. Правда, он бы дал бы на два удара больше. Я знаю, я тебе верю. Никит, у меня вообще никаких вопросов нет. Я тоже, в принципе, сторонник именно чуть более сбалансированного, ну сбалансированных гилдов. Потому что Сабля, она ты и фармишь чуть быстрее, и героев убиваешь чуть быстрее. Да и в принципе, ты с Ларх, тебя в любом случае тяжело убить. Ну чем тебя будут убивать, если ты нажмешь вот Shadow Dance? Ну да, в данной ситуации тут даже, знаешь, нету каких-то таких опасных саппортов, типа Леона, Дизраптор. Вот Дизраптору все равно. Он дал тебе зандерстрайк, он нажал глимпс на тебя, ты пока летишь, он тебе там поляну расстелил. А ты хоть ультуй, хоть не ультуй, ты там как бы останешься, и тебя там заковыряют. Вот именно, вот именно. А здесь Лич и Эрспирит, то есть герои, которые могут, конечно же, для Сларка создать условия, скажем так, очень неприятные в драке или при каком-то ганге. Но тем не менее, грамотный Сларк, он всегда там что-то успеет поражать. Тем временем, Элдер Титана у нас убивают на топ-линии за счет Омни и Слэша. Мы видим то, что Джаггернаут левел 15. Кстати, молодец Тювай, он очень бодро фармит, и вот это единственный, мне кажется, игрок команды, команд, который вот просто не боится брать от жизни свое, скажем так, и успевает профармливать и ломать вышки, не убегает. Кстати говоря, интересно, как команды играют там на лане. То есть, я так понимаю, там зрители есть, да, какие-то, они в кабинках, не в кабинках, слышен там рев, не слышен. Это очень порой сильно сбивает, как раз-таки в том моменте, когда на Свенов с троем выходили, а он такой, типа, взял и отошел. А вдруг там этот кипиш какой-то начал подниматься, и Свен такой, а, наверное, мне тут гангать. В том же мажоре, прошлом, Манильском, там, когда играли, я уже не помню, кто там у нас выступал, не помню, кто точно, но ладно, суть не в этом. Там просто, как только одна команда была в смоке, а вторая находилась на базе, как только человек с базы выходил к людям, которые стоят в смоке, зал просто, аааа, человек, знаешь, так два шага назад. И все-таки, ууууу, опять делает два шага вперед, аааа, опять, уууу, и, ну, было действительно очень заметно, когда, ну, начиналась какая-то движуха. То есть, действительно, присутствие на лане, если там еще есть какие-то зрители, это, ну, немного влияет. Я тоже не помню, там, есть ли какие-то условия в плане просмотра, возможно, где-то на китайском сервисе можно найти картинку. С этого мероприятия. Ну, ладно, суть пока не в этом. Суть в том, что у нас продолжают VGR инициировать, впадают сейчас еще и на Тайдхантера, урона слишком много, и поэтому он умирает. Но с Саблей он бы умер еще быстрее. Но тут не важно в данной ситуации. Натоп делает телепорт сейчас Сларк для того, чтобы отдефать сетевая. Говорят, что Сларк очень хорош против Джаггернаута, и я абсолютно согласен. То есть, ты можешь спрятаться от умни Слэша в Shadow Dance. Когда Сларк находится в Блэйдфуре, ты отгрызаешь от него статы. Ну, многие другие. Да, конечно же, Джаггернаут находится в Блэйдфуре. Ты отгрызаешь от него статы. Ну, в общем, по всем параметрам Сларк считается контрпиком к Джаггеру. Но тут не только Сларк, тут еще и Свен. Не будем забывать об этом. Вот у Свена как раз имеется сабля БКБ. Здесь вылетает Микаса, дамажит немножечко Сайлора. Вот сюда бы сейчас... А вот и Глимс заставляет прожать Блэк Кинг Бар Сайлора. Ну, минус секундочка. Причем ситуация, которая, по сути, не совсем страшная была для Свена. Ну, как мы видим. Потому что там его реально было... Ну, он мог бы, скажем так, спокойно дофармить и уйти. А в итоге его заставили прожать БКБ, что плохо. Фуай купил себе Блэк Кинг Бар. Если Фуай хочет давать несбиваемые Блэк Холлы, ему надо еще Линкен Сферу взять. Да, это в идеале. То есть это если он хочет самостоятельно сейчас делать эти Блэк Холлы. Но для этого нужно лишних 5,5 тысяч денег. И если же хотят полагаться на несбиваемые Блэк Холлы сейчас, то очень важная миссия стоит перед паком. Это найти Лича. Найти Лича, прыгнуть на него, нажать рифт и все. Чуть-чуть в дэмэш уклонился Сларк. Купил себе Сильвер Эдж. Ну, вот это правильно, да. Все-таки Сильвер Эдж надо по возможности приобретать. Он еще, я так понимаю, раскладывается. Да, кстати, Сильвер Эдж состоит из рецепта, правильно? Вот я такой вот вопрос на засыпку. Я, честно говоря, сам не знаю, хоть на Сларке поигрываю, но как разбираются артефакты, которые состоят из рецепта? В смысле? Ну, так же, наверное. Ты разбираешь, то есть там вываливается рецепт, лотар и... Ну, просто, по крайней мере, рецепт можно продать, да? Ну, возможно. Скорее всего. О чем и нет. Ну, если он вываливается, то его можно продать, да. Вообще, это, возможно, наверное, единственный артефакт с рецептом, который можно разобрать. Да, я думаю, что да. То есть там Синчин Дьяшина без рецепта разбираемая. Ну, в основном, да, все, которые автоматически собираются. Причем, я помню, также недавно делали, что... Что там разбирать? То ли Транквилы разбирать, то ли еще что-то. Просто потому, что люди собирали Владмиры постоянно, а там кольцо... Залочить айтем можно было, да. Да, да. Как раз убивают сейчас Роутикея. Пак допрыгивает и легенькой такой тысячечкой убивает. А вот Вич, кстати, потратил сейчас еще и чайник. Энигмочка, где вообще наша идет? Вот она идет, родимая. Она же сейчас просто здесь всех поубивает. Хим, Хим еле живой, тоже умирает. И минус 3 от Вич и Гейминг Реборн. Пока что я вообще, я даже сопротивления никакого не вижу. Да, мы видим там два туповых Нетворс, вот эти Джиггернауты, Свены. Да они ничего не сделают. Да, сложновато приходится против Энигмы. Всегда FY может дать Блэкхолл. Даже побаиваются Вич и Гейминг Реборн идти дальше. Ну, могли бы немножко поковырять, но решили отступить. Там у Свены, между прочим, Бринг. Следует опасаться влета от Сайлора под ГДСом. Может он очень быстро убить того же самого Дизраптора. Энигму-то, наверное, быстро убить не получится. У него брони много, хп много. Пак апгрейдит Дагон. Вот он, Микаса. Кстати говоря, с Юлом тоже. То есть он не уходит в какой-то стеклянный билд, да? Когда ты пушка, но получаешь Сайланс и умираешь. Да, и вот как раз тот самый Дагон, про который я еще говорил буквально на старте этого матча. То, что действительно это было вполне очевидно. То, что Личу здесь не жить. Лич просто обязан сейчас, я не знаю, иметь какой-то глиммер условный. Для того, чтобы хотя бы не умирать с прокаста пака. Да, от Сайланса это не особо сильно спасет, но ты хотя бы не умрешь. Но, как мы видим, Лич имеет там банально урну. Там что-то транквилы. В общем, не слишком-то и много. И поэтому пак будет его щелкать. Причем пак сейчас еще Дагон догрейдит там до третьего-четвертого уровня. И все, с одного Дагон. В одиночку будет с ним расправляться. Эн забирает Аегис. Шестнадцатый левел. Ульт, который дает ему огромную скорость перемещения. И, конечно, пока я его не вкачал на шестнадцатом. Плюсик, что ли, вкачал? Он взял плюсик. Он взял плюсик? Второй плюсик? Да. Кек? Ну, это реально топ-кек. Второй плюсик вместо ультимативной. Что-то нервничает у нас, ребята. Вот замечаю в очередной раз в этой игре, что... Ну, может, мискликнул, да, просто. Где-то там мискликают. Да. Ну, это, опять-таки, не так страшно. То есть, это не критичная ошибка. И в любом случае Сларк при желании 17-й левел получит очень быстро. Да и к тому же Вичи Гейминг-ребор находится сейчас на первой позиции. То есть, играют со стороны силы. Они готовы нападать, убивать, разрывать. Ну, они и по экономике серьезно сейчас начинают выходить вперед. К тому же, там, 7 тысяч, там, 7 с копейками они лидируют. И по экспе, там, соответственно, например, такие же цифры. И нападение. Нападают на земелю. Земелю очень быстро убьют. Но нужно цеплять еще хоть кого-то. Цепляют Свена. Ну, либо Свен цепляет людей. Да, Свен дерется со Сларком очень быстро. Опасно, очень опасно. Хорошо то, что Энд успел прожать свой ультимейт. Его убить здесь в итоге не удастся. Спасается Энд. Но блинкается Сайлар. И у Сларка могут быть проблемы, но Юл. Замечательный Юл от Элдер Титана. Сайлара пока продолжают держать. Вот он Лич. Очень сладкий Лич. Тайтхантер уже реведж тратил. Поэтому, возможно, сейчас Сларк за Лича и примется. Да, есть Сильвер Эйдж. Джигернау тем временем убивает Элдер Титана. Здесь прыгает Свен. Но и тем не менее. Со Сларком он уже больше ничего поделать не может. Блэк Холл. И Сларк начинает настакивать. Сайлар тем не менее разворачивается. Также по кбх мы видим от Энигмы. И это минус Эгидо. Энигма без маны, без кастов. Все там в кулдаунах. Со Сларком разобрались. Очень неприятно. С него причем весь Эссенс Шифт слетает. Вот это самое неприятное. Это вроде дрался, дрался, дрался. Но толку с этого нет никакого. И мы видим минус 5 от Вич и Гейминг. Хотя вот буквально пару минут назад он говорил, что эти топовые нафорсы ничего не сделают. Но оказалось, я ошибся. Допустил ошибку Пак. То есть он влетел, получил стана Цайлора за ультимейт. Он погиб за ГДС. Я имею в виду Энигма. Тоже допустил ошибку. То есть Сларк ведь Паунсом мог попасть в этого Свена. Он его вообще никак не отпускал. Можно было не кастить в него Блэк Холла. Там подошел Джиггернаус с Тайтхандром и тогда уже их можно было как бы всех туда поймать. Поэтому Фуай тут ошибся, мне кажется. Когда вот так вот раскастовался. Может не ожидал, что там придут сейчас. Решили по-быстрому с этим Свеном разобраться и уже ретироваться оттуда. А внезапно подошел Джиггернерус с Тайтхандром и Тайтхандром и Тайтхандром и Тайтхандром. Вот если открыть, ну вот когда ты умираешь, там знаешь, можно открыть и посмотреть от кого ты какой урон получил. Источники урона и количество урона, который ты получаешь. Я думаю, что там магического было по минимуму. Тут Свен прыгает и вот он Блэкенбар. Но БКБ не слишком-то сильно пока помогает. Хотя пошел Эртсплиттер. Сларк не успевает добить Тайтхандра. Это серьезный косяк. И Сларк сейчас, возможно, даже убьет. Но вот тут Статик Шторм. Замечательный Статик Шторм. Сларк развернется или нет? Нет, не разворачивается. Джиггернаут тем временем уже вырезал Энигму. Сларк в Шадоу Дэнде, точнее в Сильверейджи, не может пока никого здесь найти. Там реведж как бы есть. Опасно очень играет Энд. В итоге будут пытаться убивать Энда. Прожал сейчас Сларк свой Даркпакт. Нементально реагирует Сайлор вместе с Ситивайем. И в итоге его убивают. Ну, что я скажу. Вич Гимминг Риборн благополучно заливают игру, нападая в ситуации, в которой они заведомо находятся в проигрышном положении. То есть у противника есть Райвэдж. Вы вроде бы Тайтхантера не добили. Просто убегите. У вас есть Патк, который совершенно спокойно убегает. И Сларк, который совершенно спокойно убегает. Потеряли бы эту Энигму, да ничего страшного. Но в итоге мы видим то, что умирают два самых мастерских героя в этой игре, наверное, в принципе. Абсолютно без каких-либо страшных предпосылок для этого. В общем-то, я разочарован. И вот сейчас Риборн, я думаю, должны остепениться. То есть с одной стороны, смотри, Сларк покупает БКБ вместо Эхосейбра, а с другой стороны идет и умирает постоянно. Как бы где логика? Не знаю, нервы, волнение? Не, рационально скиллы используют. Он нажал БКБ и Шэдоу Дэнс. Но он умирал от Свена, от ГДС. Ему пришлось. Поэтому, находясь в Шэдоу Дэнсе, он просто был еще и в Блэк Кинг Баре. То есть два таких серьезных эффекта, которые дают стойкость невероятную, действовали одновременно. В итоге Сларк вышел из этого Шэдоу Дэнса без БКБ. И Сильд Рэдж в кулдауне там был. Да, да, потом он начал выходить из... Когда вот у него кончилось БКБ и кончился Шэдоу Дэнс, он еще действовал, точнее, этот Шэдоу Дэнс. Сларк нажал Дарк Пакт. И он как раз-таки успел подействовать. Кончился Шэдоу Дэнс. И Сларк на мгновение остался без важнейшего скилла, который дает ему стойкость. То есть если бы в этот момент напал Свен, он бы умер бы еще там. Да, ну в любом случае Сларка забрали. Мы видим то, что сейчас уже ВИЧ и Гейминг исправили ситуацию. Они, если что, отыграли 7500 Нетворса, согласно графикам. И это уже какой-никакой, но камбэк в эту игру. Но, опять же, мы можем посмотреть на пик команды ВИЧ и Гейминг Реборн. И определить то, что у них также имеются сильнейшие геймчейнджеры. Это та же Энигма, это тоже Элдер Титан. И Элдер Титану сейчас бы вот в такой игре... Конечно, посмотри на Янга, он имеет просто какие-то невероятные артефакты. Он Мидас купил себе. Да, да. И у него Хекс уже имеется, Юл. Если он еще соберет себе Аганим, это будет невероятно круто. Почему? Потому что Аганим на Элдер Титане, помимо нанесения урона и активации замедления, дает еще и обезоруживание. Которое работает сквозь иммунитет к магии. Да, то есть и Джиггернаут, и Свен, два сильнейших демедж-дилера, которые бьют с руки, они будут лишены этой возможности. То есть Аганим, конкретно в данной ситуации, я считаю, просто мастер. Сетевая хрюшка. Ну, возможно, команда также сейчас о нем думает. Кстати, там пошел, я слышу, чайник вроде как, да. Вот он, разлом! Замечательный! Но надо чем-то добивать. Есть Блэйкон, засосало туда. И Джиггернаута также его убивают. Где вообще Сларк? А, вон он Сларк. Вон он Сларк. Сайлор, конечно, разворачивается, начинает драться. Дарк Пак срабатывает. Шадоу Дэнс тоже действует. Сайлора пока что держат более-менее на одном месте. Идет дальнейшее нападение на Родка. Переключение на Свена. Свена пока пытается просто кайтить. Подсвечивают его периодически. Ай, дизрафтер. Да, дизрафтера тут досталось, конечно, по щам. Но ГДС заканчивается. Соответственно, и урон, исходящий у Свена, значительно падает. Пак начинает тут с ним забавляться. Свен тоже говорит, сюда иди. А там все в кулдаунах, нет! Пак промахивается, и Пак умирает. Но ладно, Свен все же так же погиб. Неудержимый, между прочим, был Свен. 920 золота за него получил сейчас Сларк. Ну и мы видим, что единственным, кто здесь нормально заработал, наверное, это Сларк. Хотя нет, Свен тоже косарик заимел. Просто команда сфидела. Неплохо, да, неплохо. Сларк хорошенько так поднялся. Купил он ультимейт орб. Но я думаю, не будет он Сильвередж раскладывать. И брать себе Скади, да, со второго ультимейт орба. Он в итоге просто может закупиться. Ну и то, и то. Штука в том, что Сильвередж вновь все помнят про его эффект снятия пассивки. Но мало кто помнит про то, что он понижает исходящий от цели урон. На 50%. 50! Да, но это белый урон. То есть, если Свен использует ГДС, то он там не теряет половину своего дамага. В любом случае, если речь идет о Джигернауте, там, либо о Свене, это там 80-100 демеджа. Ну, я не спорю, не спорю. То есть, что до облайд ты же все равно не продаешь. Конечно. Пусть статы дает и дополнительные там плюшки всякие. По сути, это как когда Хьюрикейн Пайк покупают, да? То есть, у тебя есть Драгонлендс, ты просто покупаешь дополнительные артефакты и по итогу просто получаешь тот же самый Драгонлендс, только с дополнительными свойствами, и еще у него приятная активная способность имеет. Можно там за форстафт с этой. О! Сетевай, можно его убить. Есть Скади у Энда. О, Хрюшка подъехала. Опять Сетевая убьют. Очень больно под Natural Order. Четвертого уровня, конечно же, там 33% снижение маг резист. То есть, по сути, ты чуть больше получаешь урона от магии. Там стандартный маг резист 25%. Вот, и очень неприятно получать догоны, когда ты находишься под действием этой пассивки Элдор Титана. Я вот так скептически, честно говоря, относился к Элдор Титану Хардлейновому, но Янг чудовищный айтем просто вынес в этой игре за счет, видимо, Мидаса и того, что Вич Гейминг Реборн первое время лидировали, скажем так, долгое время. Рошана забирают Вич Гейминг Реборн тем временем. Я тут занимался изучением. Ну да, я видел, что ты там про Сильвер Эйдж. Вот, вот, вот. Не, мне просто было интересно, но в действительности нет даже, не указано, в принципе, на какие типы урона действуют. Ну, просто указано то, что еще и на все, в принципе, в плане заклинаний и прочих игни. Да логично то, что он только белый урон снижает, потому что если бы он любой урон снижал, это было бы что-то слишком ромбово. Просто Сильвер Эйдж снижает урон от заклинаний также, поэтому нужно все варианты рассматривать. Вот, вот так вот, да? Да, да, да. Ну тогда я не знаю. Вот, я пытался найти на самом полезном ресурсе, но даже там информация о подобных вещах отсутствует. Либо я просто плохо искал. Ладно, потом в этом разберемся. Возможно, нам кто-то в Твиттере подскажет. Или аналитики наши подскажут. Да, они там тоже задроты плотные. Может, кто-то сталкивался раньше. Ну ладно, у нас продолжается, тем не менее, игра и по-прежнему неопределенность. То есть, либо у нас будет решающая третья карта, либо все же все закончится прямо здесь и сейчас. Я вот очень жду решения от Элдер Титана по следующему артефакту. То есть, пока что это Гост, ну просто для того, чтобы защищаться. Хотя у него уже вроде как Юл есть для защиты. Ну, Юл, он такой защитно-нападательный артефакт. Ну, там о том не слэша помогает, говорят. Можно вообще Этериал себе купить после этого Септера. Тоже вариант, но я вот по-прежнему склоняюсь к Аганиму, ибо штука очень полезная. Конкретно вот против этих героев, которые есть у Вичи Гейминга. Да. У Сларка есть Аегис. В ближайшее время он должен приобретать Муншард. И поэтому команде Вичи Гейминг следует действовать несколько аккуратнее. Сларк будет очень много урона нам носить. А вот и Пак подъехал. Сейчас посмотрим, кстати, как он снижает урон. Надо обратить внимание, насколько сильно он срезает его. Ну вот смотри, у Пака появляется Аганим. То есть теперь ни вертушки Джиггернаута, ни БКБ Свена помогать не будут в случае разрыва Тезера. Ну, не Тезера, а Линка с Тримкойлом. И таким образом получается неплохая фиксация на подход Дизрапторов, Аганимов, на счет того же Элдер Титана. Потому что там оглушение на 4,5 секунды действует. Этого хватит просто, чтобы там перебить всю команду. Да, мы с тобой об этом уже говорили, что Сларк вместе с Паком, да, вот против таких героев, как Джиггернаут, Свен, это очень хорошая комбинация. Ты можешь их кайтить. Оглушение будет очень долгим. Сларк за 4,5 секунды может нанести там порядка 7-8 ударов. Если у него есть муншард, может даже все 9 или даже 10. И отгрызть таким образом. Ну, 10 ударов это сколько получается? 10 эссенса шифта, 30 ловкости. Да, это 30 секспида, 30 урона, еще очень много брони. Да, это очень серьезные статы. Ну, и ты не только воруешь сам, ты еще отнимаешь соперника, стоит об этом тоже помнить. Аккуратненько действует в Чигейминг Реборн. Мы видим то, что появляется ультимейт орб у Энигмы. То есть, FY, в принципе, может из этого ультимейт орбак купить тебе еще и Хекс, который, казалось бы, лишним не будет, с учетом того, что у него есть блин. Хекс вообще никогда лишним не бывает. Но мы с тобой уже договорились, что надо бы ему линку покупать, чтобы просто нажимать БКБ, прыгать и давать блэкхолл. Чтобы не бояться того, что там Лич ему забьет или... Ну, все верно. Ты вполне самостоятельный себе мужчинка. Ты не зависишь от этого же пака, который тоже может в разные ситуации попасть и быть просто не в состоянии либо напасть на Лича, либо уже потратить пару заклинаний для того, чтобы напасть на другого персонажа. Так ты просто влетаешь и кастуешь. Все очень простенько выходит в итоге. Да, и зажимаются на базе. Сейчас Вич и Гейминг. Реборн же, в свою очередь, отъедают практически всю карту. Забирают и своих там, и чужих. Лиса все, 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 все выгрызают. И за счет этого очень неплохо должны начинать подниматься по экономике. Да, мы видим, что буквально за последних пару минут, опять же, графики начинают потихонечку, но неуклонно идти в сторону команды Реборн. Пак там купил два рецепта Дагона, посчитал, что как-то переборку. В итоге один продал, решил один все-таки до третьего левела. На байбэк еще оставил, да? Да, наверное, оставляет на байбэк. Но странно то, что Пак не хочет купить себе Шиву, не хочет купить себе Екс. Ту же Линку, наверное, ему не особо-то нужно приобретать. Керас тем временем появляется у Свена, и вот она Линкин, сфера на Энигме. Ну а дальше, что мы можем посоветовать и Фуайл? В принципе, Аганим можно сделать. Аганим, Рефрэшер и... что у него, слот будет? Нет, слота у него не будет. Да просто Аганим можно продать. Не, можно Аганим купить. Ну, можно продать Мекку, она уже не так важна здесь. Честно. Вот, серьезно. Тут, понимаешь, тут еще одна проблема вот с тапком, потому что был бы Гвардиан Грифс, освободился бы еще слот. Да, 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 да. Но травола. Травола все равно нужно будет покупать, потому что рано или поздно, так или иначе, слоты кончатся, и Энигме нужно будет. Ну, идеальный, как бы, вот, за пак, это вот тоже БКБ Линка, если против тебя играет герой, который может тебе сбить каким-то таргет скиллом Блэкхолл, типа Лича, Винги, вот подобные герои, да, ты просто покупаешь Линкин сферу. Приходится это делать и страчивается. Ну, да, без Линки смысла практически нет. Да, 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 да. Вот мы видим поинт бустера у Фуая, он не оставляет деньги, но у него на байбэк, наверное, бы ему... А, слушай, ему бы хватало, если бы он не тратил. А у нас нападение. У нас нападение, при этом Сларк видит сейчас людей, но пак первым увидел. Джекернаута или Свена. Надо переждать сейчас ГДС и, возможно, напасть в ответ. Пытается Вич Гейминг рекордно раскатить своего соперника. Но, по-моему, слушай, они все по телепортам вдавили. Байбэк делает пак и... Оу, ты видел, что сделал Сетюай? Я видел. Он благодаря Монтостайлу сумел вырваться из Кинетик Филда. Тут же пак нападает на Сетюай. Сетюай как раз под этим самым длительным оглушением. Заходит и Нима, БКБ и Блэк Холл. Но и, тем не менее, вот только в последний момент попадает под раздачу. Да, Лич закинул чайник. Разлом! Невероятный урон наносит Ноджекернаут с распрыжечки. Также едва-едва не убивает Энда. Энд под Сайленсом пытается убежать. Дальше. И... Также хороший стом. Кинетик Филд. Качественно. Сларк прыгнет ли дальше? Да, он прыгает. Нажимает БКБ. Начинает разрезать ротка. Ну и начинает потихонечку набивать себе Сенс Шифт. Также гем выпадает. Поймали земелю. Свен. Отличный стан по двоим. Ну и надо бежать. Надо просто бежать, потому что Сларк сейчас начнет убивать людей. Да, и мы видим то, что проблема у Джекернаута. Его тоже убивают. Слушай, знаешь, по-моему, этот дебаф работает... Исключительно на заклинание? Он работает вообще в целом. То есть ты получаешь его и наносишь 50% урона со всех источников. Возможно. То есть, ну как, у Джекернаута демидж вообще не уменьшился. Я видел. Я тоже обратил на это внимание. На нём висел он Сильвередж и демидж у него вообще не уменьшился. Я видел, видел, видел. Я тоже хотел посчитать. То есть этот урон снижается полностью в целом. Ну слушай, круто, круто. Блин, я прям не думал, что он так работать может. Ну, я знал, что он жесткий, но вот сейчас мы в этом просто убедились. Да, кстати говоря, Вич и Гейминг только что подрались за, не знаю, благотворительная драка какая-то, знаешь. Они не могли ни вышку не спушить, ни Рошана не забрать, не было ни крипов рядом. Просто повелись на вот эту провокацию в итоге. И, возможно, сработало то, что Свен нажал GDS, мол, идём, убьём. Ну, следовало, следовало просто, знаешь, сбайтить байбэк пака и... Так, успел нажать Дарк Пак Тент, красавчик. У него ещё есть Шедоу Дэнс и Блэк Кинг Барон. Нажимает сначала Шедоу Дэнс. Начинает вгрызать Сот Сайлора. Тут подъезжает ДДС, раскастовывает свой ультимейт. Тент прожимает БКБшку и уходит в Сидо Паунс. Это конец команды Вич и Гейминг. И Реборн должны будут сейчас сравнять счёт, потому что они просто делают минус все прям на базе у противника. С Ларка взять вообще нечем. У Тайдхантера ещё 30 секунд не будет возможности вкастовать Рэвидж. И это будет минус две стороны. Ну, 100% минус две стороны. Но сдаваться Вич и Гейминг не будут точно. Конечно не будут. То есть они это ещё поиграют немного. Там доедалус у Свена. То есть Свен, в принципе, может прыгнуть, дать два крита с Эхо Сейбра и убить всех. Да, бывает и не такое. Да, но тем не менее. Стороны теряют. Очень неприятно. Минуту ещё не будет Свена. Целую минуту. За минуту можно и три линии поломать. Да, можно и мега-крипов вообще сделать. Но вот сейчас и сидят, думают, Вич и Гейминг, что вообще делать, как выходить из этой ситуации. Да, они просто бегают рядом, как-то пытаются сбайтить Вич и Гейминг, там, под фонтан полезть или что-нибудь в этом духе. Потому что, ну, нападать нет никакого смысла. Надо личом повесить армор просто на бараке и Гвард приобретает, кстати говоря, энд. Вылетает Сетивай, превращается в хрюшку, получает Блэкхолл от Офуая и... Ну, теперь это точно конец. Джиггернаут тоже без выкупа. Сетивай, да, вылетает, конечно. Ну, всё. Наверное. Стараются драться до конца Вич и Гейминг, но что-то мне подсказывает, что будут мега-крипы, а от мега-крипов дефать будет очень сложно. Да, Сетивай пишет ГГ. Ну, знаешь, я думаю, что мы с тобой не ошибёмся, если скажем, что Вич и Гейминг и Гриборн просто перепикали... Вот прям совсем перепикали, да, вот благодаря этой Энигме Вич и Гейминг и Горн получили такой пик, который было невозможно... Ну, очень сложно выиграть, по крайней мере. То есть они настолько жёстко забросили вот в тех двух драках, когда сначала погибло 4 человека, потом ещё раз они там вчетвером отдались, Гем они потеряли в этой ситуации, и в итоге они победили. То есть, ну, вот как-то так. Не, ну, я хочу отметить, вообще замечательная игра была от Энигмы. Энигма просто молодец. В целом, задумка в итоге удалась, и билд очень хороший, опять же, у Энигмы. Сларк тоже хорошо сыграл, немножко пересейвился лишний разочек, но в целом сыграл очень круто. Вообще, Реборн молодцы. Вич и Гейминг, которые обычные, им, возможно, стоит немножко пересмотреть план на игру, в плане вот драфта конкретно, потому что сейчас было видно, ребята, ну, не могли, не имели ответов на некоторые действия соперника. Вот это и сыграло. Да, согласен. Ну что, ждем третью карту, а пока ваши аналитики расскажут вам что-нибудь интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. Ворлд оф Тэнкс и Лига Легенд. Егэбэ.ком. Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok